привет друзья с вами канал MadScience и сегодня у нас опять-таки оружейная тематика которую вы так сильно полюбили на нашем канале сегодня мы попытаемся разрушить мифы вот как раз для тех людей которые любят боевики смотреть вы наверное видели какие там бывают типы глушителей что там люди накручивают бутылки вот типа того потом стреляют через бутылку либо стреляет впритык человека и это глушит звук либо там еще какими-то методами какие будут методы вы сейчас конечно же увидите и потом мы это все вместе проверим мы проверим звук выстрела просто вот воздух пистолета и звук благодаря вот таким приспособлением очень часто в фильмах я видел такие трюки когда накручивали бутылку и стреляли через бутылку также видел как стреляли через подушку и мы подготовили подушку подготовили бутылки подготовили коробку в которую мы просто вот завернем полностью пистолет и выстрелим также подготовили самодельный глушитель из картонной такой втулки которая полностью забита какими-то там салфетками и так далее в общем-то говоря нам придется произвести пару пробных выстрел чтобы вы сравнили как это будет звучать чтобы можно было потом сравнить с выстрелами через наши глушители и в этом нам еще будет также помогать звукозамер на телефоне есть такие вот приложения не буду рассказывать как он называется в общем она замеряет громкость звука мы постараемся при помощи этого приложения сделать какие-то замеры если такое будет возможно максимальная тут какая-то громкость 90 с чем-то по моему но пока что я говорю с громкостью 89 что очень странно мы попробуем во всяком случае всем кто покупает на алиэкспресс хочу посоветовать классный сервис алиэкспресс помощник установить его можно официально и бесплатно с хром маркета и уже сразу после установки можете увидеть расширенный рейтинг продавцов на али а еще можно посмотреть как цена на товар изменялась и выбрать выгодный момент для покупки понять настоящая ли скидка на товар или продавец лукавит кстати у плагина очень удобное меню отслеживание посылок быстрый поиск и доступ к лучшим товарам скидкам в общем все под рукой плагин очень удобный ссылочку для скачивания оставлю в описании итак производим выстрел первый пробный телефон будет вот на таком расстоянии находиться громко максимум 94 95 было но это показывает самое максимальное что есть по звуку а как она будет дальше мы уже увидим я думаю что все-таки приложение работает не точно поэтому использовать особо может его и нет смысла но все-таки попытаемся и так сейчас будет как раз второй выстрел я думаю вы сами сравните звук стреляем но опять-таки 94 95 децибел звук максимальный в общем на данный момент у нас первая испытуемая такая вот бутылочка которая вы наверняка видели в фильмах каких-то боевиках особенно русских напишите в комментариях кстати кто видел вообще такие вот глушители типа самодельные мы сейчас произведем выстрел о кстати звук не такой уж и громкий оказывается ну то есть какое-то заглушение не на 94 97 уже показывает намного меньше чем было ну на пару каких-то микро децибел но показывает 94 97 в общем второй вариант бутылки у нас по литражу больше а тут два литра уже и посмотрим какое будет звучание при выстреле который вот ну с такой двух литровой бутылкой на данном моменте тут нет изоленты во первых как вы уже заметили и тут как раз у горлышка перекручена изолентой чтобы было более плотнее чтобы никуда звук не выходил вообще выстрел 94 97 все-таки счетчик наверное неправильно показывает потому что ну значительно тише выстрел звучит все-таки разница между обычным выстрелом и выстрелом через бутылку действительно есть так что в принципе можно считать факт что каким-то образом можно заглушить немножко звук при выстреле через бутылку с пистолетом в некоторых фильмах киллеры пользовались вот такими подушками возможно увидели боевики в которых киллер берет подушку находясь где-то в отеле и приставив пистолет подушки выстреливают с этого пистолета и пытается заглушить тем самым выстрел ну и мы проверим сейчас как это вообще будет на деле в принципе ничего себе в принципе звук заглушила немножко так и видно пороховые нагары такие вот ну как пороховые я не знаю что там за состав но в общем нагар самого револьвера с барабана и при выстреле звук кстати по моему тише давай произведем еще один выстрел и будет контрольный так сказать так а ну да тише значительно ну даже намного тише чем с бутылкой как мне кажется вот такая вот интересная новость оказалась возможно в некоторых фильмах вы видели как прячут пистолет под полотенцем дабы заглушить выстрел с пистолета а мы сейчас попробуем просто обмотать полностью пистолет полотенцем и произвести выстрел и вот интересно будет насколько сильно заглушит вообще сам выстрел ну что будем стрелять по моему тихо довольно тихо так вот если сравнить вот я сейчас просто так вот стрельну разница то есть действительно так что принципе полотенце тоже можно считать испорченным потому что остаются такие вот нагары которые возможно вряд ли чем-то можно убрать плюс к тому же дырявые у нас остался вот такой вот метод еще в котором как фильмах показывают просто человек засовывает пистолет в коробку возможно это даже какая-то коробка из одежды там и так далее в общем то производит выстрел с такой коробки возможно даже по моему в фильме джеймс бонд было такое если я честно не помню напишите в комментариях где вы в каких фильмах видели подобные трюки ну а мы сейчас произведем выстрел и замеряем звук ну примерно так сравним звук что-то этот метод вообще не глушит мало того что не нам прострелить прострелит но метод вообще не работает по моему звук абсолютно одинаковый такой же самый вот в первых методах да действительно было все вот как прям ожидаем а тут вообще ну это не работает у нас есть вот такой вот самодельный глушитель из картонной втулки как я уже говорил и там набит салфетками нам осталось только провернуть вставить и произвести выстрел в принципе заглушила мы долго думали и так пришли к выводу какой метод все таки топовые получился и какой глушитель более максимальный заглушает вообще выстрел таким пистолетом и напишите про это в комментариях просто посмотрим вместе и по отзывам по комментариям вы просто пишите там если с бутылкой считаете то бутылка если там картонная такая втулка то картонная втулка там и в общем напишите в комментариях что у вас на ваше мнение является самым оптимальным выбором под глушитель и мы вместе посмотрим на этот результат в общем ребят никогда не повторяйте подобных трюков и подобных экспериментов мы делаем все в ознакомительных целях это действительно опасный трюк который поможет исполнить мне вадим и мы все таки посту попробуем выстрелить мне в бедро впритык не переживайте патрон холостой просто мы хотим проверить какой будет при этом звук и вы сейчас все сами в принципе увидите честно я давно хотел это сделать это давай давай еще везучий слушай не не больно тихо вообще да посмотрите просто какой нагар получился громадный в общем ребят вы сами звук слышали я думаю просто вот напишите в комментариях какой на ваше мнение выстрел при помощи там приглушение звука с этого револьвера был самый действующий то есть вот какой из вариантов так что ждем ваших комментариев и просто вот увидим победителя этих всех глушителей и примем с вами нужные выводы вообще что действует а что не действует на этом мы будем прощаться обязательно подписывайтесь на наш канал там кнопочка где-то будет красная такая подписаться и не забывайте также смотреть наши новые ролики а на этом у нас пока что все всем пока субтитры сделал DimaTorzok